Всем привет, добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта. Меня зовут Алексей Красиков. И сегодня я хочу ответить на вопрос по поводу расстройства пищевого поведения. Не буду говорить долго, потому что про РПП можно говорить годами. Особенно в институтах любят эту тему растянуть. Хотя, по большому счёту, её можно уместить, наверное, в 6-9 часов достаточно интенсивно. Значит, поступил вопрос по поводу инфантильности. Точнее, простите, по поводу основных проблем пищевого заедания. В чём я вижу основную причину? Вот смотрите, я вот оговорился по Фрейду. Основная проблема РПП с точки зрения пищевого заедания – это не какая-то болезнь. Это не какая-то проблема. Проблема заключается в одном – это инфантильность. Человек действительно испытывает определённое напряжение, испытывает чувство голода, а затем принимает решение. Вы простите, я буду говорить откровенно, окей? Принимает решение пойти пожрать. Вот это принятие решения пойти пожрать называется удовлетворение своего «хочу». То есть у человека не сформировано критическое со словами «хочется» – «перехочется». Не нравится – мало ли что тебе не нравится. Очень хочется – потерпишь. Вот такого у этих людей нет. У них есть инфантильное «мне очень хочется, пойду себя порадую». Но потом у этих людей развивается следующее в алгоритме – они начинают испытывать чувство стыда и чувство вины за то, что они вот такие вот инфантильные, и вот так вот они сорвались и пошли, значит, это дело поели. И вот здесь возникает самое страшное. Внимание. Они говорят. «Я очень, когда хочу, я сорвусь и поем. Но чтобы не пополнять и чтобы не причинить себе вред, я либо буду делать клизму, либо буду пить слабительные, либо буду срыгивать». И вот это билет в один конец. Это билет в гроб. Или ампутации ног, или сердечно-сосудистого тромбоза и досвидания воскулита. А то и в современном мире недолго в тот день отъехать от тяжелого течения ковида. Вы в курсе, да, что самое тяжелое течение ковида – это у людей с лишним весом, это у людей с воскулитом, заболеванием сосудов. Это у людей с диабетом, но там не прямой диабет, там идут последствия диабета, это проблемы с сосудами, с капиллярами, тромбоз, воскулит, тромбоэмболия – это всё туда. Это всё ваше «пойду покушаю». Ну а что, я же потом в попочку что-нибудь вставлю, и оно выйдет. И у многих получается. Ну естественно, если вы вымываете всё вместе с витаминами, с микроэлементами, с флорой и фауной. Так вот, я подытожу. Есть две проблемы. Первая проблема – это то, что вы считаете, что вы имеете право порадовать себя любимую из-за напряжения. Вторая ошибка – это то, что вы считаете, что если вы сделаете вот эти ритуалы, то вы искупитесь. Перед своим здоровьем. И это фатально забивает гвоздь. Вот что вы должны понимать. Понимаете? Вот как выглядит ответ на этот вопрос. Что касается терапии. Значит, я сейчас очень обобщенно и коротко скажу об этом. Что вот многие начинают РПП растягивать на годы обучения многолетние. Знаете, хотите я вам сейчас сформирую, сформулирую вот коротко. Вот вы просто посчитайте в минутах, в секундах, да, там сколько вот это длится. Чтобы помогать человеку с, например, нервным заеданием. Первое. Вы должны понимать, что человек инфантилен. И что человек радует себя подобным поведением. Второе. Вы должны понимать, что человек искупает перед своим здоровьем якобы с помощью ритуалов вред. И это первое и второе. Чтобы это исправить, вы должны стать для человека не красным дипломистом института. А вы должны стать человеком-авторитетом. И желательно, чтобы этот авторитет был у тех, кто через это прошел. И кто это непосредственно знает. И кто сам с этим справлялся. И кто сам с собой договаривался. А не потому, что вы посидели на прекрасных лекциях. Но, в принципе, если вы талантливый человек без этой проблемы, это тоже может быть хорошо. Но. Почему? Потому что вот кто такие инфантильные девушки, которые идут и радуют себя вот таким поведением. Вы понимаете, да? Портрет этих людей. И кто такой консультант, который для этой девушки станет авторитетом. Просто девочка из института, потому что она нутрициолог, блядь. Да никогда она не будет для этой девушки авторитетом. Она будет сидеть, кивать, говорить, я все понимаю, я все понимаю. Но пойдет и будет жрать дальше. Чтобы вы на первом этапе стали для человека авторитетом, слова которого она воспримет. Это надо обладать харизмой и авторитетом для нее. Но об этом я сейчас не буду говорить. Это отдельно в школе эмоционального интеллекта. Мы эту тему разбираем подробно. Второе. Вы должны понимать, что таким же авторитетом вы должны обладать для того, чтобы она перестала делать подкрепляющие ритуалы со своей задницей и с ртом. И это тоже не каждый может. Ну и третье. Это то, что вы должны стать для нее авторитетом, чтобы она действительно выкинула все свои продукты из холодильника и затарила холодильник другими продуктами и кушала по дробной системе. Если вы не будете авторитетом для этого человека, вы не сможете сделать ни первое, ни второе, ни третье. Подытожу. Вы не сможете быть для нее авторитетом для ее инфантильного характера. Вы не сможете быть авторитетом, чтобы она не делала ритуалы определенные. Вы не сможете быть авторитетом, чтобы она поменяла рацион своего холодильника. И каким бы вы не обладали яркими знаниями, у вас это не получится, потому что вы не можете для нее стать этим базовым фундаментом, даже если она хочет. Это первая большая проблема терапии. Что касается обучения, я вот вам честно могу сказать, я не знаю, чему там учат нутрицологов, но я по второму образованию персональный тренер по фитнесу и бронзовый призер чемпионата России по фитнесу. А фитнес, как вы знаете, соревновательный, очень тесно сотрудничает и весь основан на питании и на похудении, на подготовке к соревнованиям и уменьшении подкожной жировой клетчатки и набором мышечной массы в межсезонье. Я вам честно могу сказать, я как тренер дипломированный и бронзовый призер чемпионата России, входящий в состав сборной Российской Федерации, я не знаю, чему учат нутрицологов. Потому что, чтобы создать дефицит калорий, чтобы создать правильный подбор БЖУ, чтобы создать правильный рацион из продуктов, мне для этого нужно один день или несколько часов объяснения, как взвешиваются продукты, как считаются БЖУ, какие продукты мы подбираем. Если мы говорим про дефициты витаминов, если мы говорим про серьёзные дефициты или серьёзные дисбалансы гормонов, то я думаю, что это вопрос не к вам. Это вопрос к сочетанной консультации эндокринолога и человека, который разбирается в дефицитах в организме с точки зрения гормонов, с точки зрения витаминов и тем, каким образом лекарственными средствами эти дисбалансы в организме гормональные и биологических компонентов крови корректировать. Но это делает явно не психолог по РПП. Поэтому вся история подготовки заключается в том, чтобы понять, чем вы можете заниматься, а чем нет. Итак, первое. Вы должны быть для неё очень сильным авторитетным человеком и умеет работать с инфантильными невротиками. Раз. Учит вас этому? Интересный вопрос, да? Второй вопрос. Вы должны чётко понимать систему продуктов, которая должна быть в её холодильнике и каких продуктов не должно быть. Два. Вы должны научить её правильно считать ПЖУ и правильно соблюдать, и правильно прописывать рацион, и правильно взвешивать еду. У нас люди едут, взвешивать не умеют, понимаете? Сколько им надо положить? Сколько в этой тарелке грамм белка и углеводов? Мы, клиентки, это знают. Они говорят, в этой тарелке там 30 грамм углеводов и 18 грамм белка. Здесь там такие поленасыщенные жиры, клетчатка, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Вот, чем вы должны уметь заниматься с этими людьми. Но и самое главное, это даже не еда, понимаете? Не вот эта задрота с ПЖУ. Самое главное, это чтобы вы были для них действительно фундаментальным авторитетом, чтобы, когда у неё пойдёт позыв рефлексорный, да, пожрать. Ну, рефлекс же у неё сформирован. А потом, ну, типа, пожру и пойду там клизму сделаю или там срыгну. Да, это же так просто. Вот так просто. Пойти, открыть холодильник, поесть, а потом срыгнуть. Вот вы должны представить, насколько вы должны для неё быть мотиватором и фундаментальным человеком, чтобы она сказала, нет, блядь, перехожится. То есть, насколько вы должны подобрать слова, насколько вы должны влезть ей под кожу, чтобы помочь ей договориться с собой. Вы думаете, этому вот, это нутрицологи занимаются? Я вас сильно разочарую. Этим занимаются люди, которые проходят отдельную специальную подготовку под названием «Работа с невротическими людьми». И вообще, что такое поведенческая терапия Павлова, Сеченова, понимание, кто такие люди и как вообще с ними выстраивать диалог, кто перед вами. Если перед вами инфантильная девочка, вот я хочу посмотреть, сколько у вас будет опыта, чтобы с ней договориться. Это примерно то же самое, не обижайтесь, что вы, вы знаете, мне иногда говорят про эту тему, про кавказские неврозы. Вот я хочу сказать, дайте мне тысячу когнитивно-поединенческих психотерапевтов, я им приведу чеченцев, и пусть они им расскажут, что такое долженствование. И я вот на них посмотрю, на ваших консультантов по КПТ, которые будут рассказывать чеченцам и дагестанцам, что такое долженствование. И пусть они с ними поопровергают их. И я думаю, что 80% из этой тысячи первые встанут и выйдут с консультацией. Врачей причем. Ну, консультантов, а не пациентов. Почему? Потому что вы должны обладать пониманием, как разговаривать с людьми. Как каждому со своими религиозными, национальными, личностными особенностями донести очень важные вещи. И вот тогда вы сможете найти ту тропу, которая будет эффективна с точки зрения вашей заявки клиента. Тогда вы сможете стать для нее тем самым авторитетом, которого она будет слушать, перед которым будет нести ответственность. И тогда у вас все получится. Потому что физиология человека с точки зрения похудения, она одинаковая. Что у меня, что у Пети. Просто нужна регулярность. Нужна системность. И нужно сформировать вот это хочется-перехочется, потерпится. И вот сможете ли вы найти те слова и быть для нее таким человеком, вот это профессиональный вопрос. А не умное лицо с красным дипломом. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо.